Классический голубой окрасный танец Но, кто помнит, какого окраса был самый первый кот Перс? Марков Никто не помнит, да? Марков? Лодж Теппи Так вот, раскрою вам один секрет. Британцы появились не сразу голубого окраса. Они сначала были обязательно Теппи-коты. До нас история не донесла, какой именно Теппи-рисунок был на первых британцах, но я подозреваю, что мраморный... Но вот эти коты, которые мы называем полосатые музики у нас на улице, в Китании они все несут в основном вот этот мраморный окрас. Потом заводчики работали и работали. Подмешивали себя от милого шартреза в этой породе. И от него получили вот... Теперь, спустя почти 100 лет мы называем классическим. Топпи-ти, крепкий, хорошо сложен, средний длинный гвоз, толстый, великолепно обгушен, средний длинный шерсть, детская еще текстура, отличная форма головы, отличной крови, большие уши. Глаза как раз формируются, небольшие ушки, достаточно широко поставлены, голова возрастется, ушки вообще будут широко поставлены. Достойный кот, аплодисменты первому британцу, классическим. Номер 72 в зале нашелся. Мальчик спал, да? Ест и спит. Кто хозяин? Ест и спит. Я говорю, ест и спит. Я говорю, ест и спит. Потому что такой я чувствую. Он еще хоть молодой, а уже такой в отличном американском теле. Компактный тип, крепкий, великолепно сложен. Достаточно короткий пост, толстый, великолепно обрушен. Отличная длина, текстура шерсти для возраста. Круглая голова. Отличный профиль, достаточно сильный собородок. Конечно, если я чуть шуток не сделаю, еще темнее. Небольшие широко поставленные уши, большие уже оранжевые глаза. Аплодисменты к Таруму Голубого Павловича.